Перед началом видео я бы хотел прорекламировать свой второй канал. На Фалаче у меня контент исключительно посвященный Фоллаут, Бефесда и всему, что с ними связано. А на втором я делаю ролики, так сказать, для души. Сейчас я как раз доделываю объемное превью по новой игре Obsidian The Outer Worlds. Чтобы не пропустить его, подписывайтесь, ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok О том, какое из DLC к 3D частям серии мне нравится, а какие не нравятся, так и осталось загадкой. В итоге расспросы продолжились, пускай и в последнее время затихли, учитывая потерю интереса к серии у большинства аудитории, да и у меня тоже. Но сегодня я решил собрать два ролика. В одном рассказать о неудачных дополнениях, а во втором о самых интересных и крутых. Сегодня, судя по названию, мы рассмотрим самые провальные. Безусловно, все это мое субъективное мнение. Не соглашаться с ним можно и даже нужно, ведь у каждого мысли о серии разные. Вместо обычных бадхертов и хейта, я предлагаю спуститься в комментарии и оставить там сообщения на тему того, какие вам дополнения показали самыми слабыми за всю историю серии. Не забывайте ставить ваши ядер лайки и подписываться на канал, после чего обязательно тыкать в колокольчик. Ну что ж, начнем. Приятного просмотра. Пятое место и три обыкновенных кастомизационных дополнения для Fallout 4. Contraptions, Wasteland и Vault-Tec Workshops. По своей сути, все эти три дополнения были созданы исключительно для косметики, чтобы выжившим из 111-го убежища было интересно строить свои базы, сооружать различную дичь и так далее. Но не все так просто, ведь с каждым новым дополнением в игру добавлялись какие-то фичи. Например, в Wasteland Workshop можно было захватывать обитателей пустошей, от простых бандитов до когтей смерти, а затем сооружать некоторое подобие арен. Это такие бойцовые ямы, куда можно загонять пойманных и устраивать среди них поединки. В Contraptions Workshop добавили различные конструкции, такие как конвейерные ленты, лифты, фейерверки и так далее. Ну а Vault-Tec Workshop дала возможность построить свое убежище и стать в нем смотрителем. Пожалуй, последнее дополнение из этих трех смотрится как самое выгодное, ведь вы всегда мечтали о встроенном Fallout Shelter прям в Fallout 4, да? И вроде бы звучит весело, однако при покупке данных расширений не покидает чувство, что придумали их сильно раньше, чем они вышли. Будто бы все это было изначально в игре, а затем все эти возможности вырезали, чтобы продать отдельно. Сейчас, когда на рынке уже продается Готи и здание со всеми дополнениями внутри, наверное, не стоит заморачиваться, но на момент выхода игры и этих дополнений простому игроку вроде меня было обидно. Четвертое место и снова Fallout 4, но на этот раз с дополнением Автоматрон. Здесь все получше, чем в прошлых аддонах, хотя бы добавили какую-никакую сюжетную кампанию. Но вместе с этим в сюжетной кампании вернули одну из самых ненавистных историй с дурацким механистом, который раздражал еще Fallout 3. Да, пускай там все немного иначе, но если без спойлеров, то история такая же маразматическая, как и в трешке. Кроме того, в распоряжение игрока добавили сотни модификаций для роботов, различное оружие, способности, броня и так далее. Теперь своего робота-спутника можно нифигово так прокачать, заменить ему голос, цвет, навесить самые различные пушки и ходить с буквально личным танком с искусственным интеллектом. Что, безусловно, неплохо, однако платить за столь маленькое дополнение, играя в которое так же не покидая чувства, что тебя кинули на деньги, продав то, что и так должно было быть в игре, мало приятного. В целом поклонники игры, даже те, что четверку полюбили всем сердцем и с удовольствием гуляют до сих пор по содружеству, прокляли весь Сезон Пасс, за вычетом, пожалуй, только Фар Харбор. И Автоматрон не стал исключением. Очень слабое дополнение, платить за которое, и уж тем более тратить на него свое время, совсем не хочется. На третьем месте я решил расположить Creation Club. Да, я понимаю, что это не совсем дополнение, скорее сервис для создания модов и продажи их за реальные деньги, однако, несмотря на весь тот кич и рекламу от Bethesda, в этом самом Creation Club за последнее время не появилось вообще ничего полезного. Там до сих пор лежат все те же дурацкие шмотки, возможность покрасить свой пип-бой в разные цвета и так далее. За все время существования Creation Club я оттуда выудил разве что возможность сделать свои аркадные автоматы на основе найденных в игре игр для пип-боя. В остальном, ну вот есть мод на рюкзаки, на еще одну собаку. Но все эти моды не идут ни в какое сравнение по качеству с тем, что можно найти на Nexus или других ресурсах, где пользователи делают и выкладывают свои работы по играм Bethesda и не только. Я не ругаю Creation Club за саму идею. На мой взгляд, это даже неплохо, когда автор может получить деньги за действительно достойную работу. Но Bethesda, такое чувство, что просто забило на него и не стало ничего делать. Они придумали систему, а дальше комьюнити надо работать. На втором месте Operation Anchorage для Fallout 3. В основном это расширение оригинального Fallout 3 воспринимают как что-то неприятное, но необходимое, ведь на начальных уровнях можно получить действительно крутые шмотки. Классный автомат с глушителем, гаусс-пушку и, конечно же, китайскую стелс-броню. Но сама суть дополнения, в котором вас перемещают в виртуальную реальность, где вы должны принять участие в одном из главных сражений США и Китая на Аляске, вроде бы даже вселяет уверенность, что это интересно. Однако реализация данной войны за независимость американского нефтепровода крайне сомнительна. Мы бегаем по коридорным окопам, заминированным полям, а на пути нас встречает десяток другой врагов, которых нужно убивать и убивать и убивать. По сути, далеко не идеальную ролевую игру и без того страдающую из-за избытка шутера превратили в настоящую стрелялку. Здесь даже инвентарь, по сути, своей упразднили. Все, что вам нужно, это стрелять из нескольких видов оружия и лечиться в определенных точках на карте. Уж не знаю, кому в голову пришла эта идея, но Бефесда явно зря решила воссоздать на своем движке некий аналог Call of Duty. Выглядит и играется все это максимально ущербно, но, повторюсь, если перетерпеть эти полтора часа, то можно получить отличное снаряжение для основной кампании, а оно того, кто бы что ни говорил, стоит. Именно поэтому дополнение Operation Encourage на второй строчке топа. Ну а на первом месте Мазершип Зета. Да, хуже дополнения я в жизни не видел. Представьте себе Operation Encourage, но в коридорах космического корабля с битвой против отстойных пришельцев. Но геймплей здесь, пожалуй, меньше из бед. Сам сюжет. Я всегда был сторонником тех, кто критикует современные Fallout из-за излишнюю любовь к добавке в основную игру пришельцев. В первых двух частях инопланетяне были, но были они там исключительно пасхалкой, которую иной игрок может и не заметить по причине низкой прокачки удачи. В таком случае целостность игры не рушится, и так было в третьей части Fallout тоже. Мы могли найти корабль пришельцев, рядом с которым был бы бластер чужих, и круто, будто бы отсылка к первой части, но нет. Ведь у нас тут ретро-футуризм с поп-культурой середины прошлого века, поэтому давайте замутим абсолютно дурацкое дополнение, где главный герой будет пытаться сбежать с корабля пришельцев, при этом добавим туда еще и персонажей из разных эпох. Например, самурая из Японии и маленькую девочку. Вот потеха-то будет. Ладно, я перегибаю. В общем, как вы могли понять, Мазершип Зета мне не нравится. Первая строчка. В заключении хочу напомнить, что мнение мое исключительно субъективное, и может с вашим не совпадать. В таком случае обязательно напишите ненавистные лично вам дополнения из серии Fallout в комментариях. Изначально, кстати, я хотел поставить примерно на пятое место дополнение Old World Blues, так как оно мне действительно не нравится. Это к вопросу о том, что я постоянно защищаю Новый Вегас, а беседку только Хейчу. Нет, ребят, есть у Obsidian проекты, которые мне никогда не заходили. Насчет Old World Blues могу лишь сказать, что градус абсурда и безумие там настолько высок, что вот-вот обгонят все самые худшие квесты беседки, вроде Города Детей или Мальчик в холодильнике. Однако в этом аддоне очень смешно написаны диалоги, да и геймплей в целом пускай и душноват, но веселый. Через пару недель я выпущу ТОП, где мы обсудим самые лучшие дополнения серии Fallout. Ну а пока давайте прощаться. Не забывайте ставить ядер лайки, подписываться на канал и оставлять ваши комментарии. Спасибо всем, кто поддерживает канал не только просмотрами, но и донатами. Играйте в хорошие игры и дополнения к ним. Всем удачи и пока. Субтитры подогнал «Симон»!